Всем привет, ребята, Кент на проводе, и сегодня ваш Кент АПК будет просто уничтожать канал Флайкера. Я, ребят, чтобы вы понимали, уничтожаю не просто так. Ну, если вы думаете, что я хочу хайпануть, то вы глубоко ошибаетесь, потому что если я хотел бы хайпануть, я снимал бы это видео о том, кто популярнее, чем я, например, Тик-Так. Но Тик-Так нормальный пацан, про него ничего плохого сказать я не могу. А вот Флайкеры, ребята, мать моя женщина, у меня сколько пруфов! А, кстати, да-да-да-да, под этим видео, скорее всего, будет очень много дизлайков, ребят, то есть я в этом уверен. И знаете почему? Вот знаете почему? То есть никакой адекватный человек их не поставит, потому что тут, ребят, очень много пруфов, то есть тут действительно не за что ставить дизлайк. Но, ребят, Флайкер же накрутчик, если вы не знали, то пруфы будут тоже дальше в видео, так что если будет много дизлайков, я не удивлюсь, Флайкер, спасибо за накрутку. Но что же пруф номер один? Ребята, как по мне, это самый такой глобальный пруф, то есть то, что он кидает, то, что он обманывает людей, то, что он разводит, это все будет дальше. Но сейчас я просто хочу рассказать то, что он вас не любит, ему все равно на каждого из вас. Вот если вы думаете, что, знаете, ну типа, ну Флайкер плохой, ну Флайкер кидок, но он все равно типа в душе лучший человек на земле, он лучший ютубер и так далее, потому что он меня любит. Но нет, ребята, он вас не любит. Ему все равно на каждого из вас. Ему все равно на сколько, что он готов продать свой канал за 15 тысяч рублей. И, ребята, конечно же, тоже есть пруфы. Так что я не знаю, как после этого можно быть его фанатом, если он говорит, что братан, ты мне не нужен, я тебя лучше обменяю на деньги. Не знаю, как вы можете его смотреть после этого, как, если он говорит, что вы ему не нужны, ему нужны только деньги. Смотрим, ребят, переписочка. Кстати, если что, это скриншот из видео. То есть, видео называется «Проверка, кинет ли Флайкер подписчиков». Да-да, так и называется. И в конце еще круглая скобочка. Так вот, ребят, смотрите дальше. В переписке все ясно и четко написано. То есть, если вы думаете, что это просто фейковая переписка, ребят, посмотрите видео. В переписке написано «Продашь ли ты свой канал за 20 тысяч?» Он пишет «Наконец-то хоть кто-то написал по поводу покупки канала. По мне 20 тысяч – это слишком много. Отдам за 15 плюс страницы ВК». Ну, ничего себе, ребят. Он даже цену сбивает. Блин, сори, не хотел покупать твой канал. Я хотел узнать, кинешь ли ты подписчиков или нет. Ну, как мы видим, ребят, он их кинул. Ну, вы скажете, кем-то пока. Да это же фейковый Данил Флайкер. Окей, ребят, не проблема. Прямо сейчас внимательно смотрите. Вот вы думаете, что это фейковый Данил Флайкер, что ваш любимый Данил Флайкер такого бы не написал. Ща, ребят, вам покажу, сколько пруфов, что вы просто будете в шоке. Смотрим дальше. Ля-ля-ля-ля-та-па-ля. Вот моя страница ВК. Я, ребят, ввожу в поиск Данил Флайкер. Так, ану-ка-нук. Ща мы посмотрим, сколько у него фейков. Так-так-так-так-так-так-так-так. Ану-ка-нук. У меня просто, ребят, VPN, поэтому долго прогружается. Но я думаю, что ща загрузит, и мы всё вместе с вами увидим. Блин, ща не загрузил. Давайте заново. Данил Флайкер. Ну, давайте, смотрим. Оп. А нашёл-то всего лишь одного человека, ребят. Смотрите. Всего лишь один Данил Флайкер. То есть, как минимум, это точно не фейк. То есть, в этой переписке, ребят, давайте ещё раз её открою. Ну, это не может быть фейком. Потому что, как минимум, фейков просто нету. То есть, это самая основная причина. Но если вы думаете, что, мало ли, он изменил потом имя и фамилию. Да, такое тоже возможно. Я вам, ребят, ещё кое-что покажу. Смотрим дальше. Ребят, просто вбиваем слово в поиск. Флайкер продаст. И знаете, что тут написано? Продаю канал Ютуб. Продаю канал Ютуб. Продаю канал Ютуб. За сколько каналов с 15 тысячи подписчиков можно продать? Ребят, вот вы думаете, да, что, допустим... Ну, а он продаёт чужой канал. И что тут такого? Ну, как минимум, как минимум. Если он продаёт чужой канал, то он вполне вероятно мог продать и свой канал. То есть, это говорит о том, что... Что всё-таки эта переписка, что он показал, она не фейк. Давайте ещё раз я вам, ребята, это докажу. Вот, просто сейчас перейдём в беседу, допустим, эту. Я нажму на его имя и фамилию. И мы, ребят, перейдём на его страницу. Так, так, так. То есть, вот мы видим его друзья. И видим, ребят, всю информацию, то есть, то, что это настоящий Данил Флайкер. К сожалению, конечно же. То есть, в принципе, ребят, мы уже видим, что... Ну, что уже 99,9, что это он. Ну, а вдруг вы до сих пор думаете, что это всё равно фейковая переписка? Окей, ребят, не проблема. Обратно же, обратно же. Ребят, смотрите. Вот, написано, Флайкер продаст. Да, то есть, я по этому запросу нахожу очень интересные слова, ребят. Очень интересные слова. Знаете, какие? То есть, мы, ребят, нашли вот такие вот интересные слова. У нас есть ещё одна ютуберская беседа. Ну, у меня их очень много. И в этой беседе написано, что он не продаёт... А, что он не продаёт канал, то, что он кидает людей. То есть, вдумайтесь, он даже не хотел продать канал. Он хотел кинуть человека на 15 тысяч рублей. Но вы думаете, да не-не-не, это мой любимый флайкер, он бы такого не сделал. Открываем эту беседу. И тут, короче, ютуберы беседовали о том, за сколько и как можно продать канал. Он пишет, я не продаю канал, он только кидает людей. То есть, он пишет, что как бы ему платить деньги, но канал он не отдаёт, он просто людей добавляет ЧС. То есть, вот, ребят, не продаю, кидай людей. Листаем выше, то мало ли вы подумаете, что я тут ещё вру и так далее. Вот, смотрите. Он пишет, ты плохой, зачем продавать канал? Ну, только тут с матом, да? То есть, мы видим. То есть, как мы видим, в этой беседе шла речь о продаже канала. И он написал, что он тоже как продаёт канал. Но на самом деле он просто всех кидает. Я надеюсь, что вы для себя как минимум сделали выводы. И это, ребят, только начало. Вдумайтесь, это только начало. Уже миллион процентов, что это правда, ребят. Уже только после этого уже можно, не знаю, ну, уже можно как минимум не быть его фанатом. Уже можно одуматься и понять, что этому человеку на тебя всё равно. Пруф номер два. Эх, ребята, ребята, я, конечно, немножко поражаюсь. Как можно насколько жёстко кидать людей? Не то, что насколько жёстко, но сколько часто, ребят, потерпевших от флайкера человек, наверное, 50, если не 100. Он очень, очень много людей кидает. Если вы думаете, что это фейк, просто введите в поиск на ютубе флайкеркидок. Вам всё станет ясно. Но сейчас я вам покажу всего лишь малую часть. Эти переписки я, ребят, нашёл за три минуты. То есть три минуты я потратил, чтобы найти три переписки, как он кинул людей. Смотрим дальше. Это только, ребят, пиар на его канале. То есть это не кейсы. До кейса мы ещё дойдём. Ещё рано. Пиар на его канале. Смотрим, 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 смотрим. Так, так, так. Вот, ребят, вот все эти пруфы. Я их открываю. Так что, если что, ребят, это не исходный код. Это не фейк, потому что я его не смог бы поделать. Вот я открываю переписочку. Вот она загрузилась. И мы, ребят, читаем. Так что, флайкер, если ты напишешь, что это Кидалова, то как бы... Ну, как бы... Как бы нет. И ещё, пожалуйста. Я знаю, что ты любишь поделать переписки. Когда будешь делать ответку, делай так же, как и я. Обновляй страницу, окей? Чтобы не было никаких претензий. Потому что, видишь, ты можешь поделать переписки. Я знаю, что ты такой человек, который любишь поделать переписки. Так что, пожалуйста, не делай так. Ребят, читаем, читаем, читаем. Вот Эмиль, да, парень собирал там, не знаю, можешь... Неделю, можешь две недели. Собирал там школьных обедов или ещё как-то. Ну, просто мне жаль этого парня. Я просто сам был на его месте. Я был когда-то школьником. Я понимаю, как это тяжело собирать эти несчастные 125 рублей. Он насобирал. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Пишет, ну тогда 125 рублей. Окей, Киви. Дальше он ему платит. То есть, Эмиль оплатил. И Эмиль спросил, а какой я по очереди? Флайкер написал второй. То есть, парень заплатил 125 рублей и стал вторым по очереди. Ребята, внимание на дату. 12.08. То есть, это было два месяца назад. И давайте вместе с вами проверим. Пропиарил Эли Флайкер за два с половиной месяца этого парня. То есть, мы переходим на канал Реймона. Сейчас, сейчас, сейчас мы переходим. Загружается. У меня, ребят, медленный интернет. Реймон БС. Вот, ребят, я ввожу. Вот, вставляю. Айди в поиск. И давайте посмотрим. Кто же его пропиарил? Анетка пропиарила. Сетфлей пропиарил. Кес пропиарил. Джонни пропиарил. Бонзай пропиарил. Так, так, так. А Флайкер нет. Не может быть! Флайкер кинул, да? Флайкер не пропиарил Реймон БС. Давайте дальше почитаем переписку их. Так, так, так. Дальше, смотрите. Эмиль пишет через четыре дня. Флайкер, а когда будет видос с пиаром? Ну, в принципе, нормальный вопрос, да? Когда будет видос с пиаром? Флайкер пишет, рука лицо. Ну, мало ли, в принципе, я с ним согласен. Потому что прошло через четыре дня. Листаем дальше. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ребят, ребят, смотрите. Двадцать пятое, ноль восьмое. Уже прошло сколько, получается, если ноль восьмого? Прошло две недели. Ну, да, две недели прошло. Через две недели он пишет, почему нет пиара, уже третий ролик. Пиара все равно нет. Листаем, листаем дальше. Он пишет, флайкер про пиарь. Если пиара не будет, то есть он еще, ну, по сути, просто нормальный вопрос. Где пиар? Почему он его не пропиарил? А флайкер взял и добавил его в ЧС, да? Ну, я не знаю, это глупо. Зачем я так делаю? Я не понимаю, ребята. Просто первая переписка. Он пишет за угрозу, надо было читать статус. Это какая угроза? Ты не пиарил больше месяца. Все он правильно сделал. Он хотя бы пытался хоть как-то на тебя воздействовать. Он написал, что он пожаловался Кезу. Хотя бы как-то. Но нет, ты его добавил в ЧС. То есть это, ребят, самое жесткое кидалово. Как минимум уже за это его можно гнобить. Но это только начало. Он, ребят, сколько людей кинул, мать моя женщина. Давайте дальше. Так, так, так. Так. А, вот Кез купил пиар. Так. А, смотрите, Кез купил пиар. Я помню эту историю. Кез купил пиар вне, вне очереди. То есть парень купил пиар вне очереди. И, ребята, ждал больше двух недель. Две недели, ребят. То есть парень купил... О, давайте сейчас посмотрим. То есть это переписка. Сейчас, сейчас, сейчас скажу. Так. Первое число. А, не. Первое число он купил. Дальше. Девятое число. Уже вышло как минимум два ролика. И, как мы видим, пиара вне очереди нету. Дальше листаем, дальше, листаем, дальше. Листаем дальше. Он пишет. Если не будет пиара в следующем ролике, кину пруф и кенту. Так правильно он еще делает. Если бы он мне не кинул этих пруфов, то никто бы об этом не узнал. Никто бы не узнал, что, когда ты покупаешь пиар вне очереди у флайкера, ты ждешь больше двух недель, и после этого тебя никто не пиарит. А даже если пропиарит, то все равно прошло уже. Ого-го, сколько времени. Это жестко кидал. Это кидал номер два, который я нашел за три минуты. Притом жестко кидал. То есть, ну, никак тут ему не отвертеться. Пишет за угрозой в ЧС. Рука лица, какие угрозы? Он все правильно сделал, пожаловался мне. А что ему еще осталось сделать? Ждать, пока я туда добавиваю в ЧС или что? Так, и, ребят, переписочка номер три. Это, ребят, The Cry. То есть, The Cry купила пиар за 120 рублей. Так, и флайкер сказал, окей, я согласен, у них был конфликт, я согласен, они посрались и так далее. Но, она купила пиар, флайкер пообещал пропиарить. И, ребят, как мы видим, листаем, листаем ниже. Пиара нету. То есть, как мы видим, флайкер развел The Cry. То есть, еще один пруф, что флайкер жесткий. Не то, что жесткий, он, наверное, самый большой кидок, которых я когда-либо встречал на просторах Ютуба. Пруф номер три. Ребят, пруфов насколько много, что я не знаю, что он должен сказать, чтобы вы ему поверили. Ну, просто, ну, просто, ну, он не может ничего сказать. Ну, он не может уже никак отвертеться. Мы, ребят, его споймали за хвост. Смотрим дальше. Так, так, так. А, подождите, сейчас вам расскажу, что это за кидало. Третье кидало. У него же были группы с кейсами. Были. Их забанили, да? Хорошо, что их забанили. Я очень этому рад, потому что он насколько обнаглел. Он, ребят, продавал кейсы, то есть вы платите 100 рублей, и вам выпадает рандомный аккаунт. Типа, выпадает рандомный аккаунт. Ну, и как вы думаете, что же вам выпадает? Вот парень, ребят, смотрите, парень заплатил 100 рублей, купил у флайкера кейс. То есть это его верный подписчик, это парень, который его любит. Купил кейс за 100 рублей. Вот даже он сверху написал доказательства, что флайкер кидок. То есть вы, ребят, заметили, что это не исходный код, то есть я ничего не поделал, как любит делать флайкер. Я вот только что нажимаю, и открывается переписка. Вот парень купил кейс за 100 рублей Кому интересно, можете почитать Бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла-бла И знаете что? Знаете что? Парень купил и ему выпал аккаунт первого уровня Первый уровень, Карл Первый То есть ты заплатил 100 рублей Чтоб тебе выпал рандомный кейс Внимание, 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 смотрите Он написал, что выпадают аккаунты От 5 до 80 уровня Но этому парню выпал первый уровень То есть мы видим еще один развод Он просто берет, создает новые аккаунты На ютубе за 3 минуты И их продает за 100 рублей Проф номер 4 то, что флайкер накрутчик Скорее всего под этим видео Будет много дизлайков Я, ребята, скажу честно, я не удивлюсь, потому что мне все равно на них И флайкер их накрутит Типа, чтоб мне было обидно Хоть я не знаю, зачем они их накрутят, просто зря деньги потратят Но мне все равно, скажу так, на эти дизлайки Так что можешь крутить Адекватные люди поставят лайк Давайте, ребята, смотреть пруф Сразу Сразу пруф От меня скинул Андрей Белый Я загружаю То есть это не исходный код Как любит делать флайкер Это самый настоящий пруф Мы листаем самый низ И мы видим, что Он накрутил 120 лайков в ВК Ну, я думаю, вы уже все поняли Думаю, дальше продолжать не надо То есть он накрутил все в ВК Если накрутил все в ВК То, естественно, можно накрутить и в Ютубе Можно крутить и лайки Можно крутить и дизлайки То есть, в принципе, я не удивлюсь Так что, вообще, красавчик И самое смешное, что он пишет Да, вот этому парню Он пишет, что ему накрутил друг Ты вообще, что ли, думаешь, что мы недалеки? Или как? Смотрите, пишет Друг накрутил Мы же не умственно отсталом Мы адекватные люди Мы понимаем, что никакой друг тебя не крутил Ты сам ты накрутил Так что, не надо врать Ребят, это последний пруф на сегодня У меня еще очень много пруфов Прям очень много пруфов Есть пруф, где флайкер говорил, что вообще тупые Тоже есть такой пруф Ну, просто уже поздно Поэтому я решил так Если флайкеры еще что-то будут огрызаться Или еще что-то Я, ребят, сниму вторую часть Вот если он скажет, мол, все это вранье И предоставит анти-пруфы Я, ребят, сниму вторую часть Так что? Так что ждем Просто ждем Но я думаю, если вы с вами согласны Поставьте лайк Если вы адекватный человек И понимаете, что флайкер жесткий кидок И разводилова И ему не место на ютубе То, ребят, поставьте лайк Боты флайкера и накрутка Поставить дизлайк Ну, вы поняли, да? Ладно, ребята Всем удачи Делайте выводы С вами был ваш Кентопк Всем удачи И всем пока